вышли из Чичи на прогулку после дальней дороги сегодня я немножко отошел первый раз ходил на рынок с тачкой всегда когда обратно тащу эту сумку тяжеленную думаю что я тачку не беру зато каждый раз когда утром собираюсь думаю да ну и туда идти так и иду руками размахиваю походкой быстрой движусь в телефоне копаюсь еще что-то делаю так получается одной рукой же тачка приходит тащить она подпрыгивает на вечно всяких камушках еду полубоком понятное дело неудобно но в общем не пожалел что взял тачку даже сумку которая была на мне висела я все равно надо отойти от очень часть стесняется прячется она не любит меня смотрели вот я даже сумку на себя повесил потом ее переставил сверху на ведро я ведро большое 20 литрово привязал к тачке чтобы она не разваливалась там и чтоб не висели кольки никакие над колесами в общем сделать себе конструкцию надежно притащил причем с утра дождик еще даже полил посильнее после моего видео думаю ну все не пойду никуда потом раз как-то затих дома ладно пойду взял какую-то пленка меня там была в гараже грязная сложил я думаю ладно если что обмотаюсь как-то веревка бичок и подмотаюсь потому что тоже в дождевике честно говоря так вот с тяжестью идти там можно очень сильно похудеть в общем пришел все нормально таня показывала свои ребрышки классные свины я себе тоже таких купил прямо она мне вдохновила я карачков взял промыша карачка если я брал сардельки для чичи получается и для себя но они самые дешевые сегодня там были 75 гривеной колбаса была 75 вот а ребрышки 35 они у них магазин 27 так что у них магазин вообще хорошая первых карты можно рассчитываться от рык цены ниже даже чем на оптовой точке на странном рынке куда хожу за 5 с половиной километра даже пять и восемь километра туда и обратно что кого значит колбас колбаса такая в тубусах таня ли у них по 20 гривен было правда просроченная но мне все равно честно или даже если просрочена я бы съел но здесь на 35 гривен тубус дешевле нет окорочка 62 гривен и так я вот решил думаю все-таки шикар очках атоме присутствует кость натуре дело сартылька там мясо практически мнение то ли дело карачок который еще даст и навар хороший я в общем место сартыряка карачков так что натушил себе окорочков подвига как раз получилось много чтобы каши забривать и мне понравилось теперь каша пойдут мне с удвоенным темпом поедаться это хорошо если кто-то обращал внимание там не всегда у меня в комментариях проставляется запятые знаки припинания и даже иногда склонения это происходит потому что я большинство своих сообщений диктую через google клавиатуру на телефоне когда я сегодня шел с тачкой то я именно так отвечал на ваши сообщения но для того чтобы увидеть правильно ли все распозналось нужно было одевать очки соответственно я же одной рукой тащу тачку другой или рукой и держу телефон у рта очки мне висят на шее на толстовке я их одеваю иду смотрю под ноги чтобы не поскользнулся не убиться читаю сообщения прочитаю правильная ли гулка леатуры распознала мой голос потому что бывает что она абракадабру пишет ну то ли я не четко говорю то ли бывает что-то какие-то слова она неправильно пишет поэтому не судите строго есть этом что-то не очень корректно написано или без запятых я очень к этому щепетильно отношусь но иногда когда быстро во время работы какое-то движение диктую то не всегда она все автоматически проставляется ну а так если не знал кто то на google клавиатуре которая выползает для набора текста в правом верхнем уголочке есть значок микрофона если вы его разочек нажмете то можно любые сообщения которые вы пишете там в мессенджерах простые сообщения в телефоне может диктовать в телефон они тут же в виде текста появляется на экране очень удобно если кто не знал пользуйтесь я кстати очень часто встречаю чтобы я об этом даже не слышали такой функции функция полезная считаю так вот еще одна новость я пришел думаю ладно заляпался грязью я и брюки и весь спотел дома покупаюсь постираю все воды нет все далее ровно на одно на одну ночь и утро так что не знаю чем так связано такие подачи воды для нашего района может это везде так пишите кто в городе остался во всех ли районах такое распределение воды так что надеюсь что это на неделю теперь поэтому ну я запасы сделал но тоже каких расходовать если на неделю то можно свободно расходовать а если конечно может ее быть теперь через два месяца так надо экономить немножко тут сострих вот это все серое это потому что сверху посрезал понарастал уже зелени и обнаружил здесь новый слой ежевик вот так что ежевика еще есть чича походи какие ежевики чича занята ира сидра хапает хапки каши чича наелась окорочков соскучились мы все по окорочкам так что натушили поели но это ж не то колбаса сосиски окорочка нет тут как раз ера ела кашу пожалуйста так вкуснее да чича а какие кашу делал такую жирненькую вкусненькую нет ни в какую что только не приспосабливал не думаю столько деликатеса тут собаками на природе даже каша с ведра кажется и в удовольствие может член стаи что все такие новости на сегодня буду заходить домой если вдруг какие-то начался ужин если что-то новое выпущу еще ролик всем пока желаю тихой ночи тихого вечера и что все было хорошо стрела на кусочек причем герда и не мешает если герда заходит в будку чтобы она могла спокойно подойти и поесть правда герда есть конечно первая но потом она когда наедается на залазит будкой все но это нет она подходит рычит хватает убегает но что-то у нее такой если чича ждет сейчас если не сильно долго сейчас увидите аттракцион а иной раз когда совсем свежая каша все голодные я ставлю ведро герда ест наедается ложится в будку это тоже как как обычно хватает свою кашу и бежит куда-нибудь в сторонку очи за не как пылесос все подбирает сейчас чича ждет чича куда на тебя лезет потом все речи на тебя толстая перекармливаешь его его гера перекармливает так что но пока полненько не потому что на сардельках все ничего не оставила тебе пойдем чича домой пойдем не дают тебе пожрать каши может из ведра хочешь я могу тебе одноложить нет у подружки у своей и друзья вот это они с яркой она что-то что-то крошки остались на остатки сладки это же после старшей подруги чичик вот ты сня мало я вот у меня такое стоит она не смотрит так порежешь кусочек колбаски но есть не будет а если пожевал деда но то тогда и сама эту так специально для маруси подписчицы мы заспорили это клематис не клематис я решил клематис вот по таким штукам вот он вот такой вот эти стебли очень они похожи на клематиса вот цветочки цветочков таких я не нашел ни капри фоли не в других вот они такие но от стволы стволы вот они как в клематисе я видел много роликов на ю тубе про клематис вот они такие вот вот такой ствол вот поэтому решил что клематис хотя по цветам по цветочкам вот они цветочки по цветочками не смог ее распознать поэтому ничего не могу утверждать от виде садовод начинаешь но все таки хочется знать так называются все эти штуковины я например знаю что вот это туя смарахт так вот оказывается туи тоже все разные это одна макушечная он из трех макушечная так что это я так уже решил даже на макушечник туя макушечник я прозвал так что вот пожалуйста оказалось в одинаковые а он такая же как на макушечная но она такого же сорта пушистая она не смарахт это изумрудная а то такая более серый общем они все немножко отличаются все деревья разного здесь сорта ну вот как-то смотрятся одинаковые так вот я вот это уже когда становлюсь огородником опытным я уже начинаю заморачиваться уже название узнать так что пишите кто что знает про эти цветочки что это за растение вот так она выглядит но это ли она то что ли она там аруси писала про другое название там тоже дали она все ну не не знаю не могу сказать точно